Что сделано за пять лет? За пять лет очень много сделано, можно сказать и таким образом. Это наш огромный корпус, студенческий корпус нашего университета. Это модернизация в целом. Поставили такую цель до 2026 года трансформироваться на научно-исследовательский университет. Еще я слышала, что в вашем ВУЗе можно получить двойной диплом, и что вы работаете с НГИМО, РУДЕН. И они реально приезжают на два года в Шенкен? Они приезжают, они приезжают. И здесь учатся два года? Они обучаются. Здесь идет самое главное, да, это коллаборация ученых. Лично моя задача, да, выращивать молодых ученых. Например, в 2018 году мы отчислили около 3000 человек. То, что ваш брат занимает такие высокие должности, вам это мешало или все-таки помогало? Нам всем это мешало. Вы пять лет работаете ректором этого ВУЗа. Вам пришлось переехать, да, из Тараза? Да, мне пришлось переехать сюда, в город Шенкен. В этом году как раз будет пять лет, как я здесь уже работаю руководителем этого ВУЗа. Не страшно было, потому что вы, насколько я знаю, семь лет работали проректором Таразского государственного университета, да, приехать в другой город, да. Здесь самая, по-моему, многочисленная аудитория студентов, 29 тысяч. Вы знаете, я на тот момент, я работала уже ректором. Пять лет я работала ректором Таразского педагогического университета. Провела там юбилей. На тот момент, когда я с 13-го года, меня назначили ректором Таразском государственном педагогическом университете, это тогда был институт, но нам вместе с коллективом пришлось добиться, перетрансформироваться университет, педагогический университет. И мы там открыли магистратуру, докторантуру. Пять лет мы проработали там, лично сама. И после этого, в 18-м году, меня через конкурс выбрали сюда, в Шимкенте, наш университет имени Мухтара Озова. Поэтому был определённый опыт, было не страшно. Что изменилось? Давайте пройдём ваш вуз, да? На самом деле было всё по-другому. И фасад университета, и вот этого памятника не было. Мы этот памятник вместе с сыном Муратом Озовым, посоветовавшись, мы поставили на 75-летие, на юбилей нашего университета. Почему? Потому что здесь стоял он такой маленький бюсти Мухтара Озова. И когда меня назначили в мае месяце, пять лет тому назад, мне первое то, что бросалось в глаза, как будто, знаете, он не дышит, как будто он, знаете, не в своём амплой. И мне пришлось обратить на это тоже внимание. Здесь было совсем по-другому. Ну, как истинная женщина, знаете, начали с красоты. Наверное. Этому зданию Дарья Пернешева на 80 лет? Этому зданию чуть меньше. У нас есть другой корпус, тому зданию 80 лет. Это немножко попозже было. Этому зданию... Ну так вот не скажешь. Да. Сколько? 70 лет. В этом году Мухтару Озову исполнилось 125 лет. Это юбилей, это огромный юбилей. У нас как раз здесь побывал сын Мухтара Озова. Вы к нему обратились? Да, я обращалась к нему на 75-летие. То есть вы предложили, сказали, давайте поставим памятник. Ну, вы знаете, когда я сюда, впервые меня назначили, я позвонила. На тот момент было, юбилей тоже был, это 75 лет нашему университету. Я позвонила Мурату Озову, он немножко, знаете, был огорчён. Он говорит, вы что, вы ректор университета, только что узнали, говорит о моём отце. Мне пришлось сказать, извиниться, во-первых, и сказать, я вновь назначенный ректор. Поэтому мне очень интересно работать с вами. Не только мне, нашему коллективу было очень интересно. Мы открыли исследовательский центр, научно-исследовательский центр, именно к юбилею. Мне нравится, что вы начали с самого главного, да? Дарья Бернишевна, ну, здесь я хочу задать вопрос. Я просто понимаю, что вот вас назначили ректором, да? Наверняка есть какой-то бюджет, да, у этого вуза. Но наверняка на памятник денег не было. То есть это что, были спонсорские деньги? Нет, это были и спонсорские, и спонсорские тоже были деньги. И мы обратились, знаете, нашим выпускникам. У нас очень большая армия выпускников. И некоторые наши выпускники тоже помогали в этом вопросе. Вот за рубежом тот же самый Гарвард, он же как раз-таки не существует за счет денег студентов, да? Они существуют за счет своих богатых выпускников. Да. Вы хотите эту традицию, так сказать, перенести, да? И как выпускники? Откликаются? Откликаются. Слушайте, ну у вас здесь как-то так стильненько. Ну да, это вот тоже, можно сказать, наш дизайн, дизайн наших студентов. У нас есть кафедра, поэтому... А исполнение тоже шемкенское? Шемкенское. Все это... Слушайте, меня шемкенс все время удивляет. Знаете, у вас на ковровой фабрике были шикарные просто. И меня удивляет, что у вас и вузы какие-то современные, да? Что сделано за пять лет? За пять лет очень много сделано. Можно сказать и таким образом. Это наш огромный корпус, студенческий корпус нашего университета. Это модернизация в целом. Это новая стратегия, которая была принята. Это экосистема наших преподавателей, студентов, магистрантов. И вообще мы ставили перед собой цель, чтобы быть одним коллективом и поднимать науку. Вы знаете, что недавно у нас очень такие хорошие, можно сказать, новости. Министерство науки и высшего образования отделилось от Министерства просвещения. Поэтому сейчас перед нами стоит огромная задача. И Национальный совет при президенте. Это тоже обращает внимание на науку, на развитие научных и исследовательских работ в целом. Поэтому мы тоже сейчас перед коллективом поставили такую цель. Нам нужно сейчас, в данный момент, стратегия эта тоже прописана, до 2026 года трансформироваться на научно-исследовательский университет. Дарья Пернежна, я знаю, что у вас очень много учится зарубежных студентов. Да. Потому что мы даже по Шимкенту ездим. Я вижу, что очень много граждан из Индии, Африки. То есть они все учатся в вашем ВУЗе? Не все они учатся в нашем ВУЗе. Здесь очень много других университетов, например, в которых мы в корпоративе работаем. Можно сказать. Но у нас около 29 тысяч студентов. Самый, можно сказать, большой корпус студентов по разным направлениям образовательных программ. Но из них 17% это зарубежные. То есть 4 тысячи студентов это наши узбекские студенты, узбекские рядом с нами. И вообще мы намерены открыть уже самостоятельный филиал. Мы уже начали эту работу. В Узбекистане? В Узбекистане, в городе Черчик. А, супер. Это будет первый филиал от Казахстана. Это самостоятельный филиал. Мы уже над этим работаем. Это наш новый проект, можно сказать. Еще я слышала, что в вашем ВУЗе можно получить двойной диплом. И что вы работаете там в Зангимо, Руден, известные зарубежные европейские ВУЗы. Да? Да, да. 38 у нас стратегических партнеров, можно сказать. В данный момент, это называется у нас такая программа, академическая мобильность. Академическая мобильность, она делится на внутреннюю академическую мобильность, на внешнюю академическую мобильность. Вот это финансируется, например, несколько процентов, скажем так, около 40 миллионов. Это министерство образования, наше новое министерство науки высшего образования. И остальное, это свои кровные деньги, как бы, да, для студентов. Поэтому в этом году 200 наших студентов, они обучаются. Вот Руден они заканчивают в этом году, да, ЛОД университет заканчивает в этом году. А как происходит вот технически? Я бы, например, условно поступила в ваш ВУЗ. Первые два года я учусь здесь, да, в университете Аойзова, и затем на два года уезжаю, например, в Руден, ГИМО, да? Да. Вы знаете, мы до этого, например, составляем с ректорами тех ВУЗов меморандум, заключаем. На основе вот этого меморандума мы не только отправляем своих студентов, мы такие так, у нас обучаются студенты и магистранты с других этих ВУЗов. Да, я, например, не хочу вас обидеть, да, но когда ты, условно, в Валенсии или там, я не знаю, что тут, университет там Вильнюса, да? Все говорят, понимают ваши вопросы. Ну, в смысле, мы казахстанцы, с удовольствием, конечно, поедем туда учиться. Да, да. Но вот, например, с Малайзией, да, они с такими же удовольствиями едут к нам? С такими же удовольствием. Правда? Потому что, да, знаете почему? Потому что есть направление, основное направление. С Малайзии, например, да, у нас водоиспользование, экологическая устойчивость, например, да. Мы открыли центр, это, между прочим, в СНГ, вообще в Казахстане, это первый центр, можно сказать, имени Рая Квен Чунга. Он лауреат Нобелевской премии, он сам выходец из Японии, проживает в Южной Корее, вообще лауреатом везде все открыто, как говорится. Я, кстати, выходила с ним в прямой эфир даже. Да, 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 поэтому, знаете, им интересно, им интересно научные взгляды, научные открытия. И они реально приезжают на два года в Шумкен? Они приезжают, они приезжают. И здесь учатся два года? Они обучаются, здесь они учатся, это в основном магистранты, и они проходят здесь сражировку, они проходят. Или же на лабораторной базе работают. Или же они пишут статью, это совместная статья. Это скопс, например, который нам очень необходим, К1, К2, вот эти, они нам очень нужны для, например, молодых ученых. Поэтому здесь идет самое главное, да, это коллаборация ученых. Когда есть основная тема для исследования, вы знаете, я хочу сказать, ученые люди, они очень простые люди, им не нужно какой корпус или как там, скажем так. Им необходима материальная база и проект исследования, и основной материал это студенты. А у вас материальная база соответствует, в смысле, вы прямо, можно сказать, что ничем не уступаете? Мы ничем не уступаем. Когда, например, студенты были с РУДН, это до ковида это было, вы знаете, во время ковида тоже приезжали, они даже остались у нас. Почему? Потому что материальная техническая база, во-первых, позволяет. Во-вторых, я думаю, что у нас существует 17 исследовательских институтов внутри нашего ВУЗа. Вот эти направления нас на самом деле спасают. Там сидят наши ученые, там созданы школы, школа Бестерекова, школа Айнабекова, например, да, это педагогическая школа Ася Ахметовна, например, это около 40-50, вы древо, можно сказать, вы это увидите. Мы когда будем там, на базе университета, наших высших школ и факультетов, вы это своими глазами увидите. Поэтому я хочу сказать, здесь вращивание кадров идет, понимаете, здесь это не простой ВУЗ, это ВУЗ со своими историями, традициями, уже основанной, уже поэтому мы гордимся нашим университетом, то, что мы здесь работаем, мы любим свой университет, и мы, лично моя задача, да, выращивать молодых ученых. Дарья Пернежна, я знаю, что вы являетесь единственным аккредитованным центром, да, по Южному Казахстану по приему экзамена ТОЙФЛ. Да. Как вам это удалось сделать? Вы знаете, как бы все начинается в процессе работы, да, в 2019 году мы открыли этот ТОЙФЛ-центр. Это действительно аккредитованный центр по 9 направлениям, который работает непосредственно, которые самые необходимые. Здесь занимаются и наши студенты. Помимо наших студентов, те, которые хотят сдавать по программе ТОЙФЛ, они здесь занимаются. ITP, Junior, например, это все направления, эти все эти направления на самом деле у нас существуют. А как вам удалось стать аккредитованным центром? То есть это вы им писали бесконечно? Мы написали им сначала, мы хотели это открыть, потому что у нас база соответствует по всем этим стандартам. И здесь мы очень объективно работаем. Но вы знаете, 21 век на дворе, мы должны знать другие языки. Здесь обучаем, значит, к английскому языку, французский язык здесь обучается. И мы недавно получили тоже, у нас такая хорошая новость, это турецкие языки, обучение турецким языкам. Поэтому здесь занимаются не только наши преподаватели, магистранты, да, а для поступления в магистратуру обязательным компонентом является сдача английского языка. Не только сдача, а вот надо на самом деле усвоить этот английский язык. Для ученых тоже это очень необходимо. Поэтому здесь, насколько я знаю, здесь уже в последнее время стали приходить и учащиеся. Учащиеся это девятых классов, десятых классов и так далее. То есть ваши двери открыты для всех, да? То есть если хочешь ждать TOEFL, не обязательно быть студентом вашего вуза или преподавателем. Любой человек может, да? И знаете, недавно, когда два года тому назад, когда я была в школе, мы очень тесно сотрудничаем со школами, да, и там родители поднимали этот вопрос. Чтобы сдавать IELTS или TOEFL, надо будет съездить в Алмату, в Астану и так далее. Это, знаете, а когда мы здесь на базе своего университета, скажем так, открыли такой центр, мне кажется, вот вся наша общественность, города нашего Шумкента, они нас поддержали. Дарья Пернешевна, университет — это сессии. Да. А сессии — это иногда у студентов возникает желание сдать там экзамен. Это в том числе, ну как бы это не секрет, многие студенты хотели бы там дать взятку, да, преподавателям. И опять не секрет, что есть преподаватели, которые эти взятки берут. Вот вы как боретесь с коррупцией? Вы знаете, это риск, во-первых. Этот риск, он, да, на самом деле это жизнь, этот риск существует. Вообще нашим министерством она создана Лига Академической Честности. Это туда, в Казахстане, это 16 университетов сейчас в составе. Мы один из первых туда. Сначала было КАЗГУ там, Евразийский университет был, университет юридический, университет Надикбаева, КАЗГУ. Это вообще вначале они это организовали, можно сказать. Мы тоже попали. То есть это все ВОЗы, которые хотят бороться с коррупцией. А что, это Лига, ну в смысле там какой-то есть механизм? Есть там государственный стандарт, свой стандарт есть. Это обязательно надо. Сразу вы в Лигу не попадаете. Например, в 2018 году мы отчислили около 3000 человек. Это было, знаете, нонсенто было. В 2018 году это было. Поэтому мы попали в этот список. У них есть свои индикаторы. Например, оценки тройка, сколько там процентов должно быть. Оценка хорошо, отлично, сколько процентов должно быть. Есть определенные индикаторы категории. Мы вошли в состав с 2018 года. И мы создали антикоррупционную службу. Эта служба даже к нам, к моим подчинениям это не относится. Наоборот, я отношусь к ним. То есть это вы контролируете своего ректора? Нет. В целях обеспечения открытости и прозрачности у нас есть законодательная основа формирования антикоррупционной культуры. Согласно внесенным изменениям и дополнениям закону РК о противодействии коррупции, с 2020 года все субъекты квази-государственного сектора обязаны открыть такую службу. Либо определить... При университете, да? Не только при университете, при субъектах квази-государственного сектора. Вот как вы здесь сидите и контролируете сессии, например? Весь процесс, даже начиная с госзакупок, у нас контролируется через антикоррупционную службу. Есть у нас доступ ко всем базам. Например, во время сессии у нас организуется мониторинговая группа, в числе которой находятся не только наши комплайнс-офицера, не только представители ректората, ну и плюс представители студенческого сообщества в целях защиты студентов. То есть односторонне мы не рассматриваем никакое нарушение. Дарья Пиренышевна, вот за пять лет у вас были случаи, когда вы реально сами половили преподавателя или студента? Да, конечно. Это были такие моменты. Но если посчитать полностью, 21 преподавателей, они являлись в свое время, скажем так. 21? Да, 21. Они в данное время у нас не работают. Они действительно нарушили нашу внутреннюю законодательность и нашу культуру, скажем так. Поэтому они просто не могли находиться вместе с нами. Мы вместе с нами. Почему? Потому что не было той культуры, которую можно назвать их педагогами. У нас в Казахстане не так много женщин-ректоров, но это факт. Вы тем более первая женщина-ректор именно этого вуза. Мне вот интересно, вам было сложнее стать ректором этого вуза, либо же оставаться на этой должности, потому что вы пять лет здесь? Да, на самом деле в нашем университете я первая женщина-ректор. Но если взять историю всего Казахстана, у нас были ректора женщины. Это казахский университет, женский педагогический университет. Там мэтры тоже были женщины. Ну это редкие кейсы, согласитесь. Все-таки ректор в Казахстане это больше мужская профессия. Да, я согласна, конечно. Но, вы знаете, стать ректором и быть ректором, он такой очень сложный вопрос, можно сказать. Сложнее и там, и здесь. Почему? Потому что, когда ты подаешь на ректорство, на первого руководителя любого вуза, там не просто так. Почему? Потому что там конкурсная комиссия в нескольких этапах. Это вот совещание, это презентация, это твои планы, стратегические вопросы. Все вот и аккумулируется. И, конечно, в двух уровнях на тот момент это было. Это сначала на базе своего вуза, совет директоров, через советы директоров, потом республиканская конкурсная комиссия рассматривала. То есть вы заявку сами подавали? Ну, мы заявку подавали сами, да, это было. То есть, чтобы в Казахстане стать ректором, нужно об этом заявить? Да, надо заявление, да, заявить надо об этом. И дальше идут комиссии, конкурсные комиссии. На основе конкурсных документов, конкурсных комиссий, это все дальше идет по своей, можно сказать, дальнейшем, как она будет. Вот так. А, конечно, стать и быть очень сложнее, потому что надо держать себя в тонусе. Это работа ректора, вы знаете, она многограняя работа. Это, во-первых, это ответственность. Это ответственность прежде всего перед самим себя, ответственность перед твоей семьей, ответственность это перед обществом, и перед твоими студентами, и перед твоим коллективом. Что касается вашей семьи, у вас достаточно известная фамилия в Казахстане, да, ваш брат занимал очень высокие должности, и вам это все-таки мешало, как сестре, или же помогало? Вы знаете, когда он работал на этих должностях из нашей семьи, мы вообще выходцы из многодетной семьи. У нас отец, он закончил именно технологический институт в Таразе. Это был такой факультет, это первый факультет, 63-64 годы был открытый, это мясомолочный факультет, такой был факультет. Он закончил этот факультет, это Таразский технологический институт, он был филиалом нашего ООЗовского университета. Это тогда университет назывался немножко по-другому, технологическим университетом, это история. Он был производственником, любил тоже свою профессию, работал. В семье у нас семеро детей, на данный момент они в разных отраслях работают. Мы все выходцы закончили национально, это единственная национальная школа номер 5, имени Джамула Джабаева была. Мы все выходцы оттуда, мы все закончили казахский институт, ой, институт, говорю, школу, казахскую школу закончили. И мы все закончили на отлично. То есть из семи детей нас 5 это золотые медалисты, двое на серебряную мы закончили. Таким образом... То есть родители вас так строго воспитывали, да? Очень строго нас воспитывали. Мама у нас является педагогом, но потом дети, когда рождались один за другой, в последнее время она не работала, она занималась, но она сама педагог. Ну, мы, можно сказать, воспитанники из восточной семьи. Бабушка, дедушка тоже были живые, они тоже нас воспитывали, да? Поэтому мы уважение к старшим, например, уважение к друг другу. До сих пор это есть у нас очень сплоченная семья, хотя сейчас каждый занимается своей профессией, у каждого уже есть дети, внуки, и несмотря на это мы очень ценим друг друга. Ну вот вам то, что ваш брат занимает такие высокие должности, вам это мешало или все-таки помогало? Нам всем это мешало, понимаете? Нам всем это мешало. Почему именно когда он находился на таких высоких должностях, из нашей семьи, никто не работал в первых, скажем так, руководителях. Первой позиции не мог, да, заниматься? Нет, не мог. Почему? Потому что нам было уже достаточно ясно и сказано, что нельзя. Это кто сказал? Ваш брат? Да. Он сказал, извините, но теперь буду только я. Он, конечно, так не говорил, но, конечно, мы поддерживали его, потому что он все-таки учился в не нашей стране, он закончил Ленинградский государственный университет, очень хорошо закончил, очень интересная дипломная работа была. Как бы на тот момент, вы знаете, у нас было такое ощущение в семье, как будто как Чахан Валиханов, например, впервые в 1835-е годы он в составе находился географического общества от нашего народа, например, нации, да, мы как бы тоже с гордостью относились. Почему? Потому что когда он сдает каждый экзамен, возле телефона сидели мои родители, каждый экзамен они контролировали, какая будет оценка. Это был единственный казах на тот момент, это далекие такие 70-е, 80-е годы, если память не изменяет меня, и мы за него очень переживали. Ну, как закончив, он устроился на работу, и тогда я помню, он говорил однажды вечером моему отцу, он говорит, вы знаете, говорит, те, которые закончили казгу, они все вместе ходят, они все как бы, это я, говорит, совершенно один, совершенно один хожу, говорит, здесь моих сокурсников нету. Я помню, когда папа говорил, что это не самое главное, самое главное — это знание. Папа нас в таком ракурсе воспитывал, он говорил, что «Акинынг дуниесы, ешкамге дуниебу майда», то есть он хотел дать нам образование. Это лаборатория, которая расположена на нашей базе. Уникальность этой лаборатории, можно сказать, с промышленностью, то есть это КАСФОСФАТ, который находится в городе Тарас. Образовательная программа тоже совместно пишется с КАСФОСФАТом. Здесь, если вы заметили, это сырье, которое получено именно оттуда, это продукция, с этой продукцией наши магистранты делают свою работу. То есть это исследовательская работа наших магистрантов и докторантов. Уникальность лаборатории в этом не заключается. Терепенечная, а сколько у вас лабораторий? 13 таких комплексов лабораторий, 13. Но у них есть уникальность в чем? По каждому направлению. Это химическая инженерия, химическая лаборатория, да? Есть и другие, другого направления. Поэтому мы сейчас можем посмотреть. У вас много же факультетов, да? 14? 13 факультетов, да. Но все-таки ваш вуз больше технический, да? Да, он основа из основ. Это химико-технологический институт на основе этого университета. Потом в 1989 году произошло первое слияние этих вузов. И дальше в 2006 году. Вы сказали, что у вас есть амбиция стать научно-исследовательским институтом. Да, совершенно верно. Сейчас мы уже закончили дорожную карту, как стать научно-исследовательским университетом. И у нас есть принятая стратегия Министерства образования, высшего образования и науки. И там же одним пунктом прописано, до конца следующего года мы должны стать, трансформироваться на исследовательский университет. То есть университеты, они должны, самое главное направление университета, это заниматься наукой. То есть выращивать местных кадров, это из числа магистрантов и докторантов. В данный момент в этой лаборатории наши молодые ученые работают. Классно, что вы работаете с заводами. Да. То есть это не просто там химичите, как говорится, но конкретно для какого-то завода можно что-нибудь исследовать. Да, поэтому вот наши магистранты, здесь они расположены и они здесь работают. То есть здесь на базе этой лаборатории может появиться, скажем, новость. Какое-то открытие. Да, какое-то открытие. Совсем может быть какой-то самый интересный элемент в нашей жизни по химии. Поэтому мы с заводом вместе работаем. Дарья Пермешна, мне нравится, что вы сохранили двери с тех самых времен. Это наследие, наши настоящие двери, поэтому мы их оставили. Существует. Это вот понимаете. А что у вас еще интересно сохранилось? Мозаика, может, какая-нибудь есть? Есть, я вам... Это кабинет инклюзии. У нас четыре человека, которые не ходячих и незрачных. Один человек, один студент, поэтому мы для них создали самые благоприятные условия, можно сказать. То есть, это получается, аппарат сканирует и потом идет звук, да? У вас, получается, для одного студента, для незрячего студента, вы приобрели такой аппарат? Да, 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 совершенно верно. Потому что он должен учиться же, в данном случае, это она, наша девушка. Сауле ее зовут. Но она очень хорошо учится. Получается, у вас один незрячий студент? Да, и трое неходячих. Неходячие, да? Вот эта дорожка тоже для них, для этих студентов, наша специальная дорожка. Здесь у вас что, ремонт идет? А, здесь, да, у нас здесь мы готовимся к зиме, здесь гардеробную мы для наших студентов. Можем посмотреть? А, да, да. Ну, у нас здесь ремонт идет, это тоже нужно, да? Поэтому... Не, ну это же жизнь. Да. Ну, здесь мы готовим гардеробную для наших студентов. Здесь именно в этом корпусе около 6 тысяч студентов обучаются. Ну, зима тоже, как говорится, именно в летнее время мы должны подготовиться. А сколько у вас таких корпусов? У нас 16 корпусов. Это все учебные наши корпуса. То есть точно таких же зданий по всему городу? Да, да, по всему городу расположено. И везде так симпатично? Ну, стараемся. Да? Стараемся. И сейчас пока лето вы решили? С нашим брендом, да. Потому что и студенты же, они должны... А вы, кстати, лого меняли? Мы это придумали сами. Это с 2018 года. Здесь ничего не было такого, и поэтому это нашим брендом является. Это тоже наши студенты сами тоже придумали. Сами тоже... Конкурсы объявляли. Мы объявляли конкурс. Поэтому вот наш студент, двое наших студентов победителями являются. Они сейчас уже закончили наш университет. Это было еще в 2018 году. И с 2018 года наш цвет вот такой фуксия или фиолетовый, если заметили, все наши корпуса, и оттуда идет и наш флаг аузовский тоже такого цвета. И брендом уже является вот такой цвет наш. А сколько у вас педагогов работает? У нас вообще весь состав 3000. Это вместе с сотрудниками нашими. Да, 3000. Из них 1500 – это педагоги ППС. Салям Ацба. Салям Ацба. Салям Ацба. Салям Ацба. Это здесь у нас... Это ВИП-комната наша. Это каворкинг-центр для наших преподавателей и молодых магистрантов. В данный момент у нас что здесь идет? Мы сейчас обсуждаем ярмарку вакансий. Завтра у нас будет ярмарка вакансий с участием наших работодателей. И вот планируем сейчас, как будет проводиться эта ярмарка. У нас сейчас время обеда. Мы решили приятно и с полезным совместить за чашку чая. А здесь педагоги, да? Да, здесь педагоги. Да, заведующие кафедры, директор департамента и студенты, чтобы увидеть их мнение на вот этот формат проведения. А где будет ярмарка вакансий проходить? Вот сейчас мы определяем местоположение. Либо у нас здесь в аллее молодежи, но мы посмотрели погоду, планируется, что завтра ожидается дождь. Поэтому, думаю, фойе привезти на первом и на третьем этажах. А вы кого приглашаете в качестве работодателей? Все наши партнеры, которые мы работаем, вот сейчас ожидаем от Каза-Тампрома. Думаю, если они придут, то все-таки большие, крупные наши работодатели. Каза-Тампром, тот самый Балтик-Стиль. То есть вы их приглашаете, и затем, получается, студенты смотрят эти вакансии? Да, мы им даем столик. Они сидят за столик, и все наши выпускники, студенты четвертого курса, они идут по каждому, по интересующимся работодателям, узнают, какие у них есть вакансии, какие требования, дают свои резюме, и сразу же налаживают там этот же контакт, чтобы после окончания получения диплома сразу трудоустроиться. Вообще сложно к вам прийти на работу педагогом? Устроиться? Нет. На конкурсной основе. Сначала, например, конкурс объявляется, конкурс по всей республике, это объявляется, на любое вакантное место, это начиная с продикторов и до простых преподавателей. Поэтому конкурсной комиссии существует у нас 23 человека, это наши, мэтры, можно сказать, начальники департамента, юридическая служба и так далее. И вот на конкурсной основе, вот так тоже сидят, в этой же аудитории они все сидят, и они все задают вопросы, если планируют или думают, что это соответствует нашим стандартам по критерию, тогда это принимается на работу. Вы берете в основном со стажем на работу или же молодых педагогов тоже берете? Молодых педагогов тоже берем. Например, в этом году у нас 4500 заканчивает. Вот 4500 человек, из них мы намерены оставлять на кафедре. Своих же, для выращивания своих кадров, мы намерены оставлять поступление в магистратуру или простым преподавателям нашего университета. Вы несете ответственность за 29 тысяч студентов, да? Плюс 3000 у вас работающих людей. Это вот, мне кажется, это нужно быть очень стрессоустойчивым человеком. Возможно, да. Как вы восстанавливаетесь, я не знаю, тут общежитие, тут столовая, тут, я не знаю, лаборатории, да? Здесь там, я не знаю, ну, огромная армия людей, за которых вы отвечаете. Да. Ну, прежде всего, я думаю таким образом, что лично на этот вопрос, субъективное, конечно, мое мнение, я вообще люблю свою профессию. Я вообще думаю, если, это прежде всего университеты, это студенты. Университеты, это студенты, ориентированные студенты. Мне очень нравится работать с молодежью, со студентами. К каждому, даже мои дети иногда обижаются. Они обижаются. Для того, был такой случай, когда самая младшая дочка, она заканчивала по булашаху в Швейцарии, гостиничный бизнес. Ну, у них было распределение. По распределению, ну, мои дети сами, они сами трудоустраивались, сами, самостоятельно. Как раз у нас был такой момент, трудоустройство наших выпускников было. Понимаете? В 2018 году был это очень низкий процесс. Ну, это 19-е, 20-е годы я уже ответственность, в мою ответственность она входила, да? И я действительно здесь, в Шумкенте, со всеми познакомилась, директорами общественных организаций и других-других. То есть у нас была здесь ярмарка вакансий по трудоустройству. Я действительно с моими проректорами бегала там, думала, как это все закончить, да? И тогда мне дочка звонит, говорит, мама, у меня же тоже идет этот вопрос. Вы говорите, больше переживайте за ваших студентов трудоустройства, за трудоустройства ваших студентов. Естественно, это опять-таки исходит от ответственности того или иного человека. Поэтому, когда человек любит свою профессию, вы тоже, например, очень любите свою профессию, да? Вы все забываете на этом белом свете. И думается, что если у человека здоровье, энергия соответствующая, да? И разные планы. Сейчас мы работаем в стратегическом плане. Это вузы сейчас, они в Казахстане конкурентоспособные, они открытые, они привлекательные. Например, наш вуз, он участвует в семи таких привлекательных рейтингах. Один из них – это QS, это международный рейтинг. Мы уже который год участвуем на QS, но там, знаете, каждым годом спрос, она не уменьшается, наоборот, позиции, да? Здесь надо, весь коллектив надо работать. Здесь надо международное цитирование надо, наши статьи надо. Например, очень много, и самое главное – запрос всех наших работодателей, оценка наших работодателей. Это не просто так. Мы уже попали в список лучших вузов. Да, мы попали в список. И тогда даже сами казахстанцы засомневались, как южноказахстанский вуз может попасть в рейтинг лучших вузов. Да, вы знаете, это работа коллектива, всего коллектива. Если вы выстроили экосистему, которая с простого преподавателя до ректора в одной линии работаете, да, вы понимаете, есть взаимоотношения между вами, между департаментами. То есть, если вы помните, у нас раньше был один за всех, все за одного. То есть у нас тоже, можно сказать, такая приблизительная методика. Дарья Пинежна, ну, когда вы сюда пришли, насколько я знаю, Южноказахстанский университет, не в обиду, да, но он был один из самых коррумпированных. Ой, может быть, это так сказано. Я не могу сказать прямо самых таких коррумпированных, но были проблемы. Были проблемы, но сейчас вот в Казахстане в целом сейчас существует Лига Академической Честности. Да, мы заходили сами в кабинет. Да, это все казахстанские вузы. Вот вы когда сюда пришли, вам пришлось делать такую большую работу, зачистку, да? Ну, мягко говоря, да. Ну, сейчас... Сколько тогда уволили людей? Ну, это, знаете, на тот период, это, конечно, это процесс. Сложный был процесс? Был, да, процесс был сложный, да, потому что некая система... Ломать систему, которая выстраивалась годами, наверное, было непросто, да? Да, была некая такая система, некая система как бы существовала. Ну, и хочу говорить о другом. Почему? Потому что, вы знаете, мы с того же момента определили для себя стратегию развития нашего университета. Это самое главное. И как стать привлекательным вузом? У нас голова больше болела за это дело. Поэтому мы сейчас очень рады, почему уже выстраиваем, можно сказать, да, платформу, свою платформу. Сейчас для нас это самое главное. До 2026 года трансформироваться исследовательский университет. У нас уже есть начало. Объективные условия для этого созданы. Кампус у нас тоже позволяет. Материально-техническая база тоже самое. Сейчас, вы знаете, сейчас уже вообще в целом идет очень такой процесс, можно сказать, и открытый объективный процесс по поводу высшего образования. Каждый вуз, он выбирает уже самостоятельно. Есть академическая самостоятельность. Каждый вуз хотя бы уполномоченным органом является, хотя наше вновь созданное Министерство науки и высшего образования. Акцентируем внимание на слово науки. Сейчас перед нами уже поставлена другая цель. Это стать, трансформироваться исследовательский университет 4.0. То есть, начиная с аудитории 4 курса, 3-х можно сказать, мы должны ориентировать наших студентов на науку. Сердце нашего университета, вообще каждого университета, это академический вопрос. Это качество знаний. Поэтому это департамент, мы сейчас сюда зашли, департамент по академическим вопросам. Департамент, начальником департамента является выпускница нашего университета, Айгольца Агенда Ковна. Требования к высшим учебным заведениям это проведение, первое, это аккредитационное агентство пройти. В данном случае у нас мы проходим германский осин, международную аккредитацию, получаем евро-бакалавр, евро-мастер и также мы проходим аккредитационное агентство независимая наука, тоже международная. Хотелось отметить, что у нас 289 программ из 289 программ мы 71 аккредитовали. Почему вопрос возникает, почему не 100? Потому что мы открываем новые образовательные программы. На сегодняшний день по Казахстану у нас есть средний процент инновационных образовательных программ, инновационных это образовательные программы, которых нет в Казахстане. Их по средней именно статистике министерства 3,5-4 процента. У нас уровень инновационных образовательных программ 7 процентов. А что это за инновационные программы? Инновационные это у нас согласно именно атласу профессии у нас идет виртуальная реальность, виртуальная безопасность, у нас идет, например, междисциплинарные образовательные программы, агроменеджмент, агробизнес. Аккредитация АСИН, да? АСИН, да. Это международное аккредитационное агентство по требованию ЕСЖИ. А кто вас проверяет? То есть вас проверяет Министерство образования, плюс вы проходите сами аккредитацию, международные эксперты присутствуют, по 10 стандартам Это ваша инициатива, да? Или это требование? Это требование. Это стандарт. Это стандарт. Деятельность в ВУЗе, это чтобы получить генеральную лицензию, это основное требование, получить грантовые места. Образовательные программы должны быть аккредитованы международным аккредитационным агентством. Наука и АСИН германские, они на одном уровне, оба международных. И хотелось бы отметить, Дарья, конечно, не говорит, я, наверное, все-таки воспользуюсь моментом, хочу похвастаться. Мы в этом году прошли аккредитацию институциональную. Она институциональная аккредитация раз в 5 лет или 3 года. Если университет слабый, ему дают аккредитацию на 1 год. Но в истории нашего ВУЗа за 80 лет мы 7 лет прошли, на 7 лет прошли международную аккредитацию. С какого года? С 2023 по 2030 год у нас институциональную аккредитацию. Теперь надо держать качество. Да, мы стараемся. По требованию ЕСЖ, международный стандарт БОНШ, мы полностью стараемся соответствовать. Тем более, один из критериев это аккредитация образовательных программ. Является именно не просто институциональной, а каждого образовательного программа. Вот здесь, если пройдемся, здесь история аккредитации, начиная с 2008 года, мы проводим аккредитацию новых образовательных программ и полностью, которые должны соответствовать. Если учесть, что у нас в университете 289 образовательных программ, по трем уровням, у нас бакалавриат, магистратура, докторантура, мы проходим ежегодно, почти в год несколько раз. Например, в 2019 году, как раз здесь Дарья Пернешина у нас руководителем была, мы поставили рекорд. За краткий срок, на один период, мы 110 образовательных программ прошли. Это вообще рекордно, потому что подготовка одной образовательной программы это очень долгая, кропотливая работа, а здесь пройти за один раз 110 образовательных программ, это все-таки мы рекорд поставили, не писаны. Следующий. Хотелось дальше пройти. Я здесь хочу дополнить немножечко, чем привлекательны наши образовательные программы. Во-первых, мы проводим мониторинг, мониторинг нашего мегаполиса, какие специальности нам нужны. Вот, например, вчера вы тоже участвовали в форуме «Балтик стиль». Каждая образовательная программа вместе с работодателями мы вместе пишем с ними. Это нам дает вот такую привлекательность. Здесь поднимается сразу качество образования, потому что как рынок, например, мы как образовательный процесс мы обслуживаем наш рынок, нашего мегаполиса. То есть это заводы маленькие, фабрики. Да, я бы должна знать, кто им нужен. Да, поэтому вот как бы синхронно это у нас идет. Слушайте, у вас здесь прям красиво. Шанара, картины настоящие. Ну да, это, вы знаете, это университет. Университет это с латинского слова, переведя наш язык, это «Амбибаббалемберитн урталак». То есть университет, он должен быть таким, понимаете. Где-то, например, культурное мероприятие, где-то открытые лекции, где-то научные достижения, где-то библиотека, где-то это то, что здесь находится, они должны говорить о себе. Но здесь самое главное, тоже можно сказать, для студентов, это наша библиотека и читальные залы. Здесь основная база наших книг около двух миллионов разного направления. Это технического направления, это новые наши книги, это гуманитарного направления, это вот английские у нас тоже издания есть, философского направления, психология. А вы книги покупаете сами? Это через тендер, через конкурсную основу, делают как? Делается заявка от заведующих кафедр, например, они пишут заявочку, они говорят, вот новая литература поступила, например, на рынке появляется. Если это нужно будет, это необходимо будет для лекции, для подготовки наших преподавателей, магистрантов, они делают заявку. А как это происходит? Раз в год? Потому что это же все-таки новая литература научная, она же очень часто обновляется. Каждые через 6 месяцев у нас есть определенный совет, здесь совет заседает, и они определяют, например, по опять направлениям образовательных программ. И вот через 3 месяца это технические, через 4 месяца гуманитарные, через 6 месяцев это философские и другие направления. Поэтому в 3 этапа они работают, и постоянно обновление идет. Помимо этого, помимо всего этого, это наш настоящий как бы книжный фонд, есть электронная база. Это открытая доступа электронной базы. Я смотрелась, такие интересные книги. А сколько вы денег тратите на книги? 43 миллиона. На 43 миллиона? Последний раз закупали? Это в год? Да, это в год получается. Вот здесь у нас здравствуйте, это мультимедийный кабинет наш. Студия, да? Да, студия называется. Все вот эти онлайн-лекции, основная заготовка, она здесь проходит. Мы сами прекрасно понимаем, когда у нас было, например, во время ковида, нам было очень тяжело, потому что студенты не приходили на занятия, и когда нам пришлось переходить на онлайн-обучение. Но до этого мы тоже занимались, но студия именно появилась во время ковида. Как вы записываете? То есть вы записываете всех педагогов? У каждого педагога Южно-Казахстанского вуза есть помимо оффлайн уроков есть онлайн, Да, смешанная будет, да. То есть у каждого педагога есть видео-лекции? Видео-лекции. Свой контент есть. Контент. Полтора тысячи у нас штатных преподавателей, у полтора тысячи штатных преподавателей есть свой контент. То есть это для тех, кто пропустил занятия или для тех, кто учится дистанционно? Для тех, которые выбирают, например, по дипломному проекту приходят, например, к нам, да. Внутренняя академическая мобильность приходит к нам, они именно по онлайн. И идет, например, запись, тоже идет запись к онлайн-обучениям. То есть сейчас она много, можно сказать, многовекторное обучение. Сегодня педагог стал такой многофункциональный, да, то есть он понимает, что ему не только оффлайн нужно, да, вести лекции, но и видео-лекции. И тем более, вы знаете, с прошлого года у нас есть академическая самостоятельность. Академическую политику выстраивает сам университет. Поэтому у нас очень огромный студенческий корпус. Вот нам нужна была необходимость, такая была необходимость, да, провести некоторые занятия в онлайн-формате. Мы это сможем. Сколько у вас общежитий? У нас шесть общежитий, это наши базовые общежития, потом целостнее восемь общежитий. Два общежития это по ГЧП у нас, сами понимаете, через финцентр мы построили два общежития. Это новые креативные общежития. Здесь около тысячи студентов проживают здесь и таких у нас шесть общежитий. Это наши родные, коренные. Как поступить вообще в ваш вуз? Очень просто. Значит, через АНТ можно подавать, заявление пишите. А сколько баллов нужно набрать на АНТ? Проходной 70 баллов для нашего университета. Если вы набираете свой балл, выше 70, нам нужны привлекательные студенты, выше 70 баллов наберете через АНТ и вы там указываете наш университет. Один вообще студент, абитуриент указывает четыре университета. Первоначально он может указать другие, а когда грант выделяется, если, например, вы попали именно в ту или иную специальность, вы можете уже набрать наш университет. А сколько грантов вы даете в год? Ну, вообще, каждый год по-разному, каждый год по-разному около, например, вот в этом году сколько у вас будет? пока еще неизвестно. примерно, навскидку. Три и три с половиной тысячи грантов. Вау, ну, круто. Давайте зайдем, в общежитие? Давайте зайдем в общежитие. Так, у вас получается в одной комнате две комнаты, да? в одной. Это трехместные. Вы восемь с половиной тысяч студентов размещаете? Можем, да, обеспечить. Ну, я смотрю, условия студенческие, да? Халай, у нас дома? Нравится, да? Шкафчики, кровать, ну, общежитие, как общежитие. Получается? Сейчас студенты, они же готовятся на сессию, уже готовятся, поэтому везде вот такое условие, одинаковое, можно сказать, да. А не платят за общежитие? Да, платят. Сколько, примерно? 12 тысяч. В месяц, да? А сколько у вас у педагогов зарплата? Средняя заработная плата простого педагога, не считая уже научной степени, да, 330-350, примерно вот так начинается с этого. А доктора наук, это тоже считается, от 400 тысяч до 700 тысяч. Если есть научные проекты, научные проекты, они за этот научный проект они отдельно получают. Ребернежин, спасибо вам большое за интервью. Честно говоря, вот пока не посетишь, пока не увидишь своими глазами, конечно, не поймешь. Мне понравился ваш вуз и желаю вам удачи. Спасибо вам большое, то, что вы, находясь в Чемкенте, нашли время и для нашего вуза. Это для нас тоже стимул. Субтитры создавал DimaTorzok